Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отчего мы каемся и не справляемся? Большая часть начинает жить так же, как и жили прежде. Своих греховных привычек не оставляют. Своего образа жизни не применяют. Отчего же это? Прежде всего вина этого заключается в неискренном раскаянии в грехах. Как многие, и каюсь, по-видимому, на самом деле не приносят должного, истинного покаяния. Идут на исповедь, а грех оставить намерение не имеют. Соединяются со Христом, но что в то же время не теряют любви и ко греху. Посудите, чего же ждать от таких кающихся? Будут ли они стараться оставить страсть, которую лелеют, которую, пожалуй, еще и открыть не хотят? Будут ли таковы обучать себя добродетелям христианским? К примеру, ни малейшие наклонности не имеют. Очевидное дело, какими они были до исповеди, такими и останутся после него. А улучшения нравственного от них ждать нечего. Но не все же приносят покаяние ложное. Многие, очень многие, когда идут на исповедь, думают о перемене жизни своей. Но из этих очень немногие устраивают ее в своем добром намерении. Очень немногие действительно переменяют себя. Это от чего? У них недостает терпения. Постоянство в борьбе с грехом. Победить грех можно только постоянную, продолжительную борьбою. Постоянным противлением ему. А где в нас это противление греху? Представился случай к совершению его, и мы не в силах удержать себя. Присоединяемся к этому, присоедините к этому пример других в грехах живущих. Советы друзей, установившиеся в порядок жизни, располагающие больше к нарушению, чем к исполнению заповедей евангельских и церковных. И вы поймете, как человеку трудно становится противиться этому напору искушений. Но если ты, христианин, действительно имел твердое намерение измениться, отчего бы не попытать, как только представится случай к греху, бежать от него дальше, как только возникло в тебе поползновение к греху, подавить его в начале. Но ты не сделал этого. Не употребил усилия над собою. Не возвал в минуту искушения со слезную молитву Господу. И вот только что полученную в таинствах покаяния и причащения чистоту, ты опять запятнал. Часто мы сами ищем повод к греху. Зачем мы после исповеди и святого причастия вскоре и с радостью идем в те места, где прежде губили себя, в то общество, к тем лицам, которые служат или соучастниками нам во грехах, или орудиями их. Что же удивительного, если мы снова впадаем во грехи, нами любимые? Разве возможно быть на огне и не обжечься? Играть острым ножом и не обрезаться? Не так делали люди истинно кающиеся, давшие намерение исправить себя. Они не стремились, а бежали от того, что коим бы то ни было образом могло располагать их ко греху. Они налагали на себя новые правила, устраивали новый порядок жизни и достигали желаемого. Посмотрите на Марии Египетскую, решившуюся оставить путь беззакония своего. Зачем это она бежит в пустыню от людей, от общества, от удовольствий, развлечений, жизни и начинает совершенно новый порядок жизни? Она знала и чувствовала, что без этого она видела бы одни препятствия к исполнению своего намерения. И что оставление всего этого есть единственное, самое лучшее средство укрепить себя на пути добродетелей. Но мы не подражаем подобным кающимся. От этого и не изменяемся к лучшему после покаяния. По большей части мы каемся без надлежащего осознания своих грехов. Не знаем даже, в чем и каяться. Мы каемся по большей части без должного сокрушения. Ибо не имея ясного взгляда на самих себя, не углубляясь в тайники своей совести, не ощущаем довольно тяжести своих грехов, не чувствуем своей виновности пред Господом, сердцевецом. Мы каемся по большей части без искренней решимости исправиться. Каемся как бы для того только, чтобы снова грешить. Отдаем, как иногда говорят, выражаются, грехи на исповеди, а потом опять копим их до новой исповеди. И так то проходит жизнь наша. Есть еще причина, чего после исповеди и святого причастия мы не изменяемся к лучшему. Это то, что мы ничем не возгреваем эту нашу решимость, добрую решимость. Ее нужно глубже укоренить в себе через благочестивые размышления, чтение Слова Божия, через пост, молитву, посещение Храма Божия. Иначе доброе намерение, непитаемое, неукрепляемое ничем, начинает слабеть. И тот, который полагал его в своем сердце среди суеты мирской, среди забор житейских, начинает забывать о нем. Отчего все доброе в нем, таившееся, или остается в одном намерении, или совсем исчезает. И он опять служитель греха. Вот, братья, причины, по которым мы после исповеди и святого причастия не делаемся лучше. Это наша привязанность к греху, которую мы не оставляем даже и тогда, когда идем на исповедь. Это недостаток твердости для борьбы с грехом. Это, наконец, недостаток усердия к поддержанию в себе духовной жизни соответствующими ей духовными упражнениями. Не будем предаваться рассеянию и обленению, чтобы таинство покаяния и святого причастия были плодотворны в нас. Усугубим внимание к себе, употребим усилия над собой. Все в жизни достигается трудом и усилием. Трудиться, бороться с собой нам нужно. И тогда только выйдем победителями. Незреченная милость Божия в том, что нам, грешным, даровано право приносить покаяние. Ибо по суду правды нарушитель воли Божьей должен был бы подлежать вечному гневу Божию. Можно ли нам бесчувственно злоупотреблять, дарованную милостью, безмерное долготерпение Господа и Бога Спаса нашего, что Он, не хотящий смерти грешника, готовь 70 крат сегмерицию отпустить Ему грехи. Но можно ли нам бесчувственно своим небрежением искушать Божье долготерпение? Подобная бесчувственность не может быть и безнаказанную. Святой Иоанн Претеча, требуя откаившихся грешников плодов, достойных покаяния, при этом предостерегал их, что всякое дерево, которое не приносит доброго плода, посекается и бросается в огонь вечный. А святой апостол Павел, вразумляя грешника, к исправлению говорит, или о богатстве благости, и кротости, и долготерпения не родите, по жестокосердию же твоему, и непокаянному сердцу собираешь себе гнев на день гнева и откровения правильного суда Божьего. Римлянам 2 глава 4-5 стихи. Да настанет время, когда и покаяние будет уже неблаговременно, и исправление неуместно. Господь милосердный явится некогда судьею нелицемерным, нелицеприятным, и воздаст каждому по делам его. Усвоим же и запомним, братья, ту истину, что покаяние установлено Богом именно для уврачевания наших духовных недугов, для вспомоществования в наших немощах на пути к духовному совершенству, но отнюдь не в потворство нашему нерадению, нашему самоугодию. Надо бы нам дорожить Божьей милостью, чтобы быть достойным милости. Надо бы нам бояться суда Божья, чтобы не подвергнуться осуждению праведному. Из сочинения «Сотворите плод, достойный покаяния» составил душепопечитель в 1885 году, февраль, страница 231. Аминь. 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 Продолжение следует...